Всем привет дорогие друзья! Сегодня ко мне на обзор попал смартфон DOOJI BL9000 Поставляется смартфон вот в такой вот коробке, выполненной из плотного картона черного Передняя поверхность несколько шершавая, здесь мы можем видеть логотип компании И наименование модельки BL9000 Ко мне на обзор попала несколько расширенная версия, комплекс которой входит Вот такое вот беспроводное зарядное устройство, на которое номинал 9 вольт 1.67 ампера, 5 вольт 2 ампера И суммарная мощность 9 ватт В комплект поставки входит смартфон Обратите внимание, какой он монстр, достаточно толстый Под смартфоном находится коробка Внутри которой Расположена защитная пленочка Жаль, что это не стекло Краткая инструкция на нескольких языках Следует отметить, присутствует русский язык также Я думаю, вам это видно Некое подобие гарантийного талона И вот такой вот пластиковый бампер Достаточно неплохого качества Давайте посмотрим сразу, как он сидит на смартфоне Обратите внимание, смартфон уже включен Обратите внимание, достаточно хорошо он садится Плотненько Габариты смартфона не увеличивают Но в то же время может его несколько защитить Во втором боксе расположен Сетевой адаптер питания На котором написано 5 вольт, 5 ампер Кабель Питания USB USB Type-C Кабель для подключения зарядного устройства Беспроводного Обратите внимание, здесь разъем microUSB Соответственно и комплектный кабель тоже microUSB Переходничок USB Type-C На миниджек И Скрепка Смартфон Облатает достаточно емкой батареей И соответственно масса его также Велика Итак, что мы видим В бампере он весит 311,4 грамма Аккуратненько снимаем бампер И взвешиваем его повторно 289 грамм ровно Ну, мягко говоря, это кирпич Сам смартфон На лицевой панели Разговорный динамик Фронтальная камера Здесь расположены основные сенсоры К сожалению, индикатора уведомлений нет Обратите внимание Нижнее поле также пустое Такой подбородочек Сенсорных кнопок управления на нем нет Хотя непонятно почему Ведь, ну, посмотрите Рамки достаточно толстые Они где-то составляют 10-14 мм То есть снизу где-то 14 мм Сверху 10 мм Ну и боковые, соответственно, рамки у нас по 4 мм Больше на лицевой панели ничего нет Большой 6-дюймовый дисплей Здесь Micro USB Type-C Стилизованная решеточка На тыльной поверхности, что мы видим Сканер отпечатка пальцев Площадки, на которой расположены Два окошка основной камеры И светодиодная фотовспышка На правом торце качели громкости И кнопка включения и отключения Здесь, соответственно, комбинированный лоток Для подключения сим-карт Симки здесь я уже постарался установить Давайте посмотрим Какие симки Я думаю, для многих это будет Важным аспектом Итак, что мы видим Симки здесь подключаются Две сим-карты Формата Nano-SIM Ну, также одну из них можно заменить На карту памяти С формата microSD Оставляется лоток достаточно хорошо И удобно Верхний торец Пуст Ну, собственно говоря Вот такой вот смартфон Давайте посмотрим Как срабатывает сканер отпечатка пальцев Смотрите Дисплей выключен Вот Мы его включаем Производим разблокировку Пальчик поднесли Произошла разблокировка Выключаем дисплей Пальчик поднесли Разблокировка Поднесли Разблокировка Опять поднесли Не сработало Поднесли Разблокировка Выключили Поднесли Разблокировка Ну, в прошлый раз не сработало Хочу сказать, что несколько я неправильно поднес палец под углом Разблочировка Я думаю, вы видите, что срабатывает достаточно хорошо И сенсор, хочу отметить, достаточно шустрый Вот еще раз Посмотрите, углы обзора у смартфона Хорошие Для своего класса, я бы сказал, отличные Экран отзывчивый Посмотрим на основные характеристики смартфона Которое нам покажет приложение CPU-Z Итак, что мы видим? Дуги Бэл 9000 MTK 6763 Он же Helio P23 Плотность пикселей 402 dpi Разрешение 1080 на 2160 64 гигабайта встроенной памяти И 6 гигабайт оперативной памяти Операционная система Android 8.1 Про батарею здесь нам мало что интересно Также нас интересуют сенсоры Я думаю, вы видите, что достаточное количество сенсоров Это датчик приближения, датчик освещения Датчик гравитации и датчики поворота Достаточно стильный, но в то же время большой смартфон Из коробки, как я уже говорил, идет Android 8.1 Интерфейс шустрый Производитель практически не вносил никаких изменений Несколько изменил темы Несколько изменил значки Но по большому счету Больше никаких изменений в операционную систему он не вносил Что, конечно же, очень радует Давайте посмотрим, сколько набирает смартфон в популярном тесте Antutu Это 83 тысячи баллов Достаточно неплохо Как и у всех конкурентов Ну, хорошо, что не меньше Так, смотрим дальше Давайте запустим популярную игру Real Racing 3 Ну, что хочется сказать Все же процессор достаточно бюджетный Соответственно, поиграть в игры с высоким разрешением С высоким качеством На максимальных настройках у нас не получится Но средние настройки, я думаю, смартфон потянет практически любую игру Ну, Real Racing 3, конечно же, это не образец качества Но в то же время достаточно неплохая игра Я думаю, вам всем видно Сенсор отзывчивый Подтормаживаний никаких не наблюдается Давайте запустим следующую игру World of Tanks Я думаю, эта игра будет Более требовательна Ну и, соответственно, уже глядя на нее Мы можем судить о приблизительной производительности То есть, ну, достаточно вам будет данного смартфона для игр Либо недостаточно Настройки графики у нас Идет пока прогрузка Давайте посмотрим Так, настройки Управление графика Все на низких настройках И давайте в бой Мультимедийные возможности смартфона Также весьма посредственны Ну, для этой ценовой категории Как у всех Внешний динамик Я думаю, вы слышите Он не писклявый Что уже радует Присутствуют средние частоты Ну, низких частот, конечно же, нет Но Радует то, что он не пищит Итак Я не игрок, поэтому Прошу сильно не судить Ну, как вы видите На минимальных настройках Играть В игру достаточно комфортно Давайте мы выйдем Противником Пускай нас уничтожат На этом закончим тест Ну, опять же Обратите внимание Никаких подтормаживаний Подлагиваний Не наблюдается Несколько слов, конечно же Нужно сказать О Камере смартфона Так Опять же Все посредственно достаточно Панорамная съемка Обратите внимание Перевод Интерфейса Достаточно неплохой Приложение Стандартное Ничего нового здесь нет Качество снимков Мягко говоря, конечно же Посредственное Ну От смартфона Бюджетника Большего ожидать Не стоит Заявленная емкость Аккумулятора 9000 мАч Господа Я не буду Вскрывать Своего удивления Когда Тестировал емкость батареи У меня ушли сутки На то, чтобы ее высадить Вот Обратите внимание Осталось 2 дня 19 часов работы В режиме тестов Вот то, что мы сейчас делаем До этого Я проводил тесты Запускал видеоролик Он отработал YouTube Непрерывно Отработал 16 часов После чего Проводились еще Стресс-тесты В течение часа И только после этого Удалось победить Батарею смартфона И высадить ее в ноль Предположительные замеры С помощью USB тестера Показали, что Емкость аккумулятора Составляет 8250 мАч Ну, конечно же Это Весьма Субъективный показатель Но Уже кое о чем говорит То есть Здесь явно Не 5000 Не 4000 Не 6 Как Некоторые могут говорить Емкость достаточно Указанная емкость Достаточно справедливо На этом буду заканчивать Данный небольшой обзор Всем спасибо за просмотр Всем пока Ставьте лайки под видео